Добрый вечер! Сегодня вторник. У нас сегодня похолодало. Сейчас небо проясняется. Было все затянуто. Целый день чернота. Был ливень со вчерашнего дня. Ветер. Ветер вообще сносило все. Вот. Пришло у нас предупреждение, что у нас идет вот этот московский ураган. Он уже прошел по югу Казахстана. Идет на север и на северо-запад. То есть на нас. У нас похолодало сегодня. Поехали закрывать рассаду. Но бесполезно, потому что все срывает. Ветер 28 метров в секунду. Очень сильно ветер. Повалило тоже и деревья, ветки. Повалило. Вот сейчас вот полвосьмого вечера. Только вот все угомонилось. Вот. Ну, рассада выживет, не выживет, не знаю. Но не суть важна уже. Теперь что? С погодой не поборешься. Ну, просто хотела поздороваться с вами и запечатлеть момент вторника. Такое небо. Слава Богу, вот там вдали уже вот вроде как небо проясняется. Вот. И это радует. Так. Сегодня хочу приготовить котлетки. Смотрите, как мужчина идет. Бедные ноги, видать, у него сильно болят. Вот. Сегодня у меня будут котлеты. Смешанный фарш куриный, говяжий и свининки немножко. Рис цветной будет с горошком и с кукурузкой. Салатик с помидором, огурчик, перчик, зеленушка. Ну, это вот наш лук. Вот, видите, это лук-порей. Такой вот он. Уже срезали. Половина поморозила, щавель поморозила, лук поморозила. Это вот уже остатки такие. И петрушечка. Лучок у меня пойдет на фаршик. Вот. Будем готовить. Буду показывать, кому интересно смотреть. Да, еще купили сегодня на десерт по груши, по яблочку. Так, что нам потребуется для фарша, как я его обычно делаю. Фарш. У меня тут смешанная курица, говядина, свининка немножко, это я уже сказала. Полторы головки лука, чеснока. Кто сколько любит. Вот, я ложу 3-4 зубчика. Соль. Это у меня хлеб, он уже вымоченный в молоке. Ну вот он сейчас стек. Я его выжала. Я обычно добавляю пару кусочков черного хлеба. Я вот люблю, чтобы была вот какая-то кислинка. Потому что я добавляю соду. Да, кислоту убивает сода. И котлеты получаются такие прям воздушные. Вот, пару кусочков белого хлеба. И у меня оставался еще там немножко отрубного. Ну вот добавлю его. Вот, перчик красный. Орех мускатный. Добавлю я. Его везде добавляю практически. Орегано немножко. Тоже по вкусу. Специи добавляйте все по вкусу. Сода на кончике. Чайной ложечки. Чтобы вот именно убить вот эту кислоту, которая находится в хлебе. Вот, и она даст как бы фаршу такую воздушность. Вот, и вот хочу еще добавить горчичный порошок. Потому что я где-то, не где-то, а на канале у Надежды Пани посмотрела. Она в котлеты добавляет горчичный порошок. Не знаю, правда, горчицу свежую, ну, готовую. Либо порошок, но я добавлю. Не знаю, сколько добавлять, но добавлю пол чайной ложечки. Все, я сейчас это порежу. Вот, по вкусу все добавлю, перемешаю. И дальше будем снимать. Так, ну, я добавила лук, чесночок выдаю. Хлебушек. Вот, добавляю орегано. Прямо на хлебушек вымоченный добавляю. Вот, на кончике ложечки соду. Прямо на хлебушек. Вот, соль. Соль по вкусу. Тоже пересаливать котлеты не надо, потому что они будут ужариваться. Вот, мускатный орех. Кто, что любит, кто вообще не добавляет, я немножко вот добавляю. Ну, буквально где-то чуть меньше, чем пол чайной ложечки. Там красный перчик. Красный перчик. Добавлю. По вкусу. Вот. Так, и добавлю горчицу. Я, не знаю, никогда не добавляла горчицу, но добавлю. Потом скажу. Вот, я добавила с горкой пол чайной ложечки. Вот, что у нас получается. Теперь это все тщательно-тщательно надо перемешать. Перемешиваем. Пулачок. Порезала обычно. Иногда накручу в блендере его. Лук. Но, вот, хочется, чтобы он в котлетках чувствовался. Я уже говорила, что я люблю, чтобы не было учёк. Но это на любителя. Все это сейчас перемешаю. Все это будет у меня постоить немножко. Чтобы все специи, соль, мясо в себя впитало. Чесночок. Сейчас я ещё подмешаю. Просто мне надо выключить камеру. Дальше продолжим. И просто поставлю его минут, может быть, на 10-15 минут. Чтобы фаршик так вошёл. Вот фаршик. Вот он сейчас постоит. Хочу снять для цветного риса, значит. Да, у меня пойдёт немножко приправа для плова. Тоже по вкусу. Кто как любит. Две столовые ложки масла растительного. У кого есть оливковое, добавляйте его. Это ещё будет лучше. И соль. Всё. И воды. Значит, воды я покажу, сколько. Это будет добавить. И обычно я вот такой рис на гарнир готовлю в микроволновке. Сейчас это тоже покажу. Так, вот всё я добавила. Добавляю воды. Воды, вы знаете, чтобы рис покрыло. Ну, где-то, может быть, на палец. Всё закрываете. И микроволновку. Закрываю чашкой. И отправляю в микроволновку. Это микроволновка у меня помолчена. Всё, на. Так, всё. Ну, Саш, подожди, сейчас. Всё, вот есть функция. Не знаю, это старая-старая такая у меня микроволновка. Но она выручает. Вот автоповок. Картофель мундири. И ставим вот больше на единицу. Всё. Старт. Всё, сейчас она будет её готовить. Потом покажу, что получается. Ну, у каждого своя микроволновка, поэтому каждый по-своему. Но я готовлю микроволновки именно на гарнир. Потому что он получается такой рассыпчатый. В общем, я покажу. Так, ну вот, я разделала. У меня получилось 16 котлеток с того фарша. То, что я показывала. Сейчас греется. Масло у меня. Вот. Сейчас буду закладывать. Вот, не могу закладывать. Жду Сашу. Сейчас вот он освободится. И я покажу, как это всё делается. Вот, видите, у нас уже солнышко прям повеселее. Сейчас вот он откроет окно. На апрель. Погода радует. Я боялась, что просады замёрзнуты. Будет холодно. Ну, ничего, нормально. Нормально, слава богу. Погода нас берёт. Так, вот, вытащила рис. Вот, видите, он рассыпчатый. Сейчас вот он немножко подостынет. Ой, прям пар. Я добавлю туда кукурузку. И горошек. У нас будет цветной рис. На гарнир. Ой, прям как потеет. Просто хотела показать, какой он получается. Вот, именно, микроволновки. Вот, видите. Сейчас он немножко подостынет. И я буду добавлять горошек и кукурузку. Всё, масло готово у меня. Тут у меня мука. Омваливаем. И формируем. Котлетки. Беременна или не беременна. Атаковать его мы узнаем. Здравствуйте. Бок-то рекламы. Оставайтесь с нами. Поколок. И выкладываем. Сейчас парочку покажу. Кто как любит. Кто кругленькие делает. Кто продолговатые. Я делаю продолговатые. Я делаю продолговатые. Я делаю продолговатые. Ну всё. Сейчас я буду выкладывать. А потом покажем. Так. Ну вот смотрите. Всё. Я заложила. И под крышку. Обязательно. Всё. Вот одна сторона пусть жарится под крышкой. Они протонятся. Прожарятся. Всё. Потом на вторую сторону, когда переворачивать, просто крышку убираете. Всё. Уже больше крышка не понадобится. Всё. Переворачиваете. И на медленном огне доводите до готовности. Ну я так жарю. Не знаю кто как. Ну такие вот котлетки. Так. Ну что. Пока у меня жарятся котлетки. Я покрошила салатик. На какого разноцветия красок. Это вот зелень. Это вот наша уже с дачи. Помидоры, огурцы, перчик. Это всё покупное. Пока ещё своего нету. Вот. Сейчас покажу, что у меня тут творится. Сейчас всё. Сейчас буду переворачивать. А пицца у нас очень прям вкуснее. Получается. Так. Ну что. Мне неудобно так снимать вообще. Надо будет что-то покупать, чтобы ставить камеру. Так. Ну вот я перевернула. И всё. Пусть я. Ну они всё пышные. Пусть я. Ну ты вот такой вот. Так. Всё. Рис подостыл. Сюда вываливаем горошек. Маленькие баночки. Вот сколько грамм. Так. Выход 140. 140 грамм кукурузы. 140 грамм горошек. Всё это тщательно перемешиваем с рисом. Это и называется цветной рис. Очень вкусно получается. Кстати, тут особо ни масла нету, ни растительного масла. Всё в таком плане, что от этого не поправишься. Всё это перемешиваем прям тщательно-тщательно. Чтобы рис соединился с дорожком, с кукурузой. Вот это всё будет. Всё подкрылся. Кстати, это хорошо подавать. Вот на гарнир подают гости. Какие-то праздники там. Не знаю. Я это готовлю во вторник. Какого праздника нету? Праздник погоды. Которая нас не очень-то балует. Ну, ничего. Вот. Вот такой рис должен получиться. Так. Ну всё. Доходят к котлетке у меня. Су сейчас добавила в салатик сметанку. Две ложечки. Всё это перемешаю. Всё и буду подавать. Вот прям бегут слюнки. Потому что кушать хочется уже. Да, вот такой салатик сметанку. Да, вот такой салатик. Зелень своя, а всё остальное покупное. Да, я не знаю, сколько там нитратов. Всего остального. Но пока так. Пока радуемся таким моментом. Помидоры, перец, огурцы. Да, всё это по цене очень золотое. Ну, это надо организму. Так, ну вот, что у нас получилось. Вот эта порция. Да, две котлетки. Вот рис, который получается цветной. Салатик. Два кусочка хлебушка ржаного. Я просто хочу попробовать. Вот, что получилось. Внутри, вот видите, всё прожарено. Вот у меня прям слюнки текут. Тоже вкусно. Сейчас попробуем рис. Ребят, действительно, что горчица, вот то, что я говорила, добавила. Она дала свою прелесть. Такое послевкусие. Рисок это нечто. Что у нас с салатом? Салатик. Ну, салатик как салатик. Как обычно. Овощи со сметанкой. Очень вкусно. Я вот ещё хочу. Отрезать кусочек от котлетки. Вот. Очень вкусно. Ну, прям очень. Готовьте. Экспериментируйте. Вот. Это очень вкусно. А тем более на котлеты. Когда фарш смешанный. Ну, это очень вкусно. Реально. Ребят, всё. Мы пошли кушать. Всё. Пока-пока. До новых встреч. Всё. Приятного всем аппетита. Пока. Продолжение следует... Продолжение следует...